Это к нам, к тем, которые чувствуют себя орлами. Вы знаете, мне хочется по Псалму 90-му немножечко пройтись. Я очень люблю этот Псалом. Я думаю, каждый из вас его любит. Каждый из вас знает цену этому Псалму. И, может быть, даже носили у сердца. Я лично носила. И чувствовала силу этого Псалма. И кто из нас не хочет быть под покровом Всевышнего, под сенью Всемогучего, покоиться? Все хотим, правда? И я думаю, что мы все под этим и находимся. Глобально, мы все под его покрытием. Но я хочу сказать немножечко о другом. Вот посмотрите, Псалом 90-й, первый стих. Живущий под кром Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоиться. Знаете, я в последнее время много делюсь с вами своими тайнами, конечно, через Zoom. Своей мечтой. И вот это одна из моей мечты. Это служить с позиции неба. Не с позиции земли, а с позиции неба. Быть с ним на небесах. В его любви, в его присутствии, в его свете. И вот с этой позиции служить. Это называется быть в его присутствии, в его славе, в его силе. Я, знаете, сама, наверное, так рассуждала. И многие так и думают, что хорошо быть в его тени. Как я сейчас прочитала, под сенью Всевышнего, Всемогущего, под его покрытием, под его тенью. Это прекрасное место. Но я думаю, что Господь нас призывает к чему-то большему. Большему, к его свету, не только в тени, но и во свете его присутствия. Вот посмотрите, еще разочек, да? Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Под тенью его крыл покоится. Он ведь у нас как орел. Есть такое место, и не одно, где говорится, что он под крылья свои собирает птенцов своих. Он покрывает нас, как птица птенцов своих. И это чудесное состояние. Я сама люблю это состояние, прекрасно сидеть под его крылышком. Но когда ты сидишь под его крылышком, то ты многого не видишь. Мир в Боге, который может открыть свои просторы, ты не видишь. Ты сидишь как младенец, как птенчик под его крылышками. Вот посмотрите, Псалом 92 стих, со второго по четвертый. Говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на Которую я уповаю, прекрасно. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение, истина его. Это прекрасно. Ты на него уповаешь, ты возложил на него все надежды. Он о тебе заботится, он тебя носит. Все это прекрасно. И ты уверен, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедует о тебе, охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногой твоей. Кому не хочется сидеть на руках у ангелов? Им не хочется. Ты же прекрасно. Сидишь у ангела на руках, они носят тебя, заботятся, да? Замечательное состояние. И ты ничего не боишься, потому что ты даже ногами не касаешься земли. Если твое, но я хочу немножечко как бы сопоставить, если он как птица, как накрывает нас своими крыльями, значит, он нас сопоставляет с птенчиками, правда? Но так как мы призваны быть орлами, а не другими птичками, ну хотя разный есть сорт птичек, но возьмем, к примеру, гнездо орлиное. Если ты под крылышками орлицы, покоишься, воистину так эти слова подходят. Кто приблизится к жилищу орла, если тем более орлица охраняет своих орлят? Какой змей осмелится подползти, когда орлица охраняет своих орлят? Какой хищник приблизится, во-первых, на высоту забраться, во-вторых, приблизится к орлице? Когда орлица бодрствует над своими орлятами. И наш Господь, Он как орлица над своими птенцами, а ангелы — это Его перья, на крыльях которых Он нас носит, своих птенцов, и которыми Он покрывает. Вот это какой имидж, знаете? И так есть прекрасный уровень. Это духовный рост, когда мы, птенчики, и осознаем это, что мы под крыльями под сенью Всемогущего покоимся. Под крыльями орлицы Всемогущего Бога, Отца. И вы знаете, как это прекрасное состояние. Ты в покое, ты уверен, ты спокойно сидишь, молишься, поешь, радуешься, наслаждаешься. Господь иногда говорит, что Он как материнскую заботу проявляет к нам. И Дух Святой как нянька возится с нами. Но разве стоит всегда оставаться птенчиками? Не стоит ли нам возрастать? Не к этому ли призывает нас Господь? Давайте посмотрим, что происходит дальше, если орлята начинают возрастать. Когда мать орлица покрывает своих птенчиков, она их кормит, правда? Она приносит им мясо, отрывает кусочек и кладет прямо в ротик. Только глотай. Дает кушать, только глотай. Опять приносит, у них нет заботы. Орлица их накормит. Они под крылышками. Хоть дождь, хоть ветер, хоть холод. Знаете, какие бывают ветры на вершинах? Все это покрыто. Они на высоте, но прикрыты. Услышьте, они на высоте. Они на скале, они не на горе. Кто такой скала? Это Иисус Христос. Наша скала — это Иисус Христос. Именно на этой скале у нас гнездо, где мы покоимся, и где нас кормит прямо в ротик наш Отец. Мы как бы ощущаем высоту. Но одновременно мы под покрытием, под крышей, под крылышками. Мы ощущаем неземные отношения, потому что мы на скале, на высоте. Но самое прекрасное, что птенцы имеют общение с мамочкой все время, да? С орлицей все время. Можно сказать, близкие отношения. Но они еще не оперились. У них есть перышки и пушки. Поэтому самостоятельно они летать не могут. Из гнездочка выходить самостоятельно они не могут. Они даже и не пытаются. Это младенчество. Но как сказал Павел про младенчество? Я вам немножко говорил об этом. 1 Коринфянам 13.11 Когда я был младенец, можно сказать, когда я был птенчик, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил. По-младенчески рассуждал. Но как стал мужем, оставил младенческое. И Павел пережил это состояние. И каждый из нас переживает это состояние. Или пережил уже. Это состояние никто не перепрыгнет. Мы все рождаемся однажды от Духа Божьего. Все становимся малышами, птенчиками. Мы должны расти. Мы должны расти. Мужей совершенных мы должны вырасти. Если кто-то продолжает себя все время ощущать птенчиком, это ненормально. Задержка в младенческом возрасте, это ненормально. А если будучи младенцем, человек ощущает себя, что он уже взрослый, тоже видно, что ты еще остался малышом. Потому что зрелый человек, он всегда чувствует, что ему надо еще возрастать. Он это ощущает. Итак, вернемся к птенчикам. В гнезде под крыльями орлицы. Они все будущие орлы. Но они пока еще под крылышком матери. Они пока еще укрыты. От чего? Вы знаете, как хорошо сказано в Псалме? От ловца, от сети ловца, от ужасов. Посмотрите, он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. щит и ограждение, истина его. Не убоишься ужасов ночи. Стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке. Заразы, опустошающие в полдень. Падут под ли тебя тысячи, и десятки тысяч одесную тебя. Ну, к тебе не приблизятся, орлица покрывает тебя. Только смотреть будешь очами твоими, и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал Господь, упование мое Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Это прекрасно, но ты растешь. Это нормально, если ты растешь. И когда птенчики вырастают, становятся взрослыми, оперились. Уже гнездо не становится для них всем миром, который они считали когда-то, что это гнездо, это весь мир. Если ты орел, тебя начинает манить небо. Тебя начинает интересовать, куда улетает твой папа-мама, орел и орлица. Их уже интересует мир, окружающий, в котором пребывают орлы. Можно сказать, что это тот самый возраст, когда тебя начинает манить небо. Когда тебя начинает манить, то место, где пребывает сам Бог. Когда тебя уже не устраивает, что Бог спускался к тебе и покрывал тебя, когда ты хочешь к Нему на высоту. Тебя уже не удовлетворяет то, что ты имел и что тебе в ротик вкладывали. Тебя тянет, тебя манит, понимаете, ничего не может тебя удержать. Не то, что однажды, время от времени посещает, принесли покушать. Нет, я хочу летать. Хочу парить. Это уже новые ощущения. Это духовные новые ощущения, когда ты паришь. Когда ты осязаешь, ощущаешь вот этот ветер в лицо. Духа Святого. И птенчики начинают потихоньку вылезать из гнезда. Вы знаете, они немножечко выйдут и опять в гнездышко. Немножечко выйдут и опять в гнездышко. Но они уже чувствуют, что они не все время под покрытием. Уже немножечко им что-то страшновато бывает. Это новое духовное познание. Это новое духовное откровение мира духовного. Уже не с позиции постоянно под крылышками, но что-то самостоятельное. И тут начинается нечто неожиданное, что птенчики никак не ожидают. И я надеюсь, мы переносим это на себя. Знаете, что делает мать-орлица? Она приносит кусочек мяса, как обычно, и садится далеко от них. И в присутствии птенчиков, которые уже оперились, она кушает там мясо. Не приносит им. Они в шоке. Такого они никак не ожидали от мамы. Я думаю, иногда мы ощущаем так, Господи, Ты что, оставил меня? Ты что, бросил меня? Тебе там хорошо, да? Ты спишь, покоишься в лодке, а я тут голодаю. И вот эти птенчики смотрят на свою маму, которая вот там ест мясо. Так они тоже хотят, у них голод. Они начинают делать первую попытку приближаться к маме за мясом. И бывают такие, что они падают. Но когда они падают, и летят кубарем, потому что еще не поняли, что крылья для того, чтобы летать, отец их подхватывает. Отец подхватывает их на свои крылья, на свою спинку, и снова в гнездо. А если хочешь получить духовную пищу, надо двигаться. Орлица зовет. Идем, идем, я тебе дам. Ну, иди. Делай, шаги. Да, страшно. Еще не научился летать. Еще можешь упасть, но есть тот, который подхватит. Есть тот, который не позволит тебе коснуться ногою о камень. Еще не умеешь летать, учись. Один раз упал, второй раз упал, тебя поднимают, тебя поднимают. Если хочешь кушать духовную пищу, надо выйти из гнезда. Из гнезда выйти. Это не значит из церкви уйти. Как некоторые могут это понять. Это выйти из комфорта, к которому ты привык. Это начать искать. Начать добывать. Начинать учиться. Учиться летать. Понять, что у тебя есть крылья духовные. Понять, что ты орел. Что ты призван к высоте. Не важно, что ты не умеешь летать. Ты должен научиться. Надо начинать. Если не решишься, если не рискнешь, не выпрыгнешь, чтобы полететь, никогда не полетишь. Ты так и будешь сидеть в гнезде и ждать, пока тебе в рот положат. И никогда не испытаешь прелести полета, когда под крыльями Дух Святой несет тебя. Да, рискованно. Но это прекрасно. С той высоты весь мир виден иначе. Знаете, один раз я услышала такое для себя, как иногда мне говорит Бог от Духа Его. Две птички. Курочка и орел. Курочка прыгнет на забор. И вот это весь мир, который она видит. Она же уже за забором. Она же уже на заборе, она уже на высоте. И она видит и уже вот об этом рассуждает. И если орел говорит ей о том, что есть гораздо больше и прекраснее, курица говорит, да не выдумывай, вот я все вижу. Какие-то моря, поля, вот все, что есть. С ее позиции это видно только вот с крыши курятника или же с забора. Разный уровень не может понять. Курица не может понять орла. И зачем тебе лететь дальше? Смотри, все так прекрасно. Но те, которые орлы, их забор никогда не удовлетворит. Они хотят взлететь выше. И так ты не взлетишь ввысь, если не рискнешь. Если не расправишь крылья, ты не состоишься. Хотя даже уже оперился. Выпрыгнуть из гнезда, еще раз говорю, это не значит уйти из церкви. Это уйти из уюта. Это начать двигаться в духе, в поисках. Искать высот Божьих, глубин Его, Его познаний. Павел обращается к нам такими словами. Не к нам, Боже, запаси, но обращается. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими. Как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей. Ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо, если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли рассуждению, обычаю поступаете? А к чему призывает Павел? Он призывает к другому. Он говорит, да коли все придем в единство веры, и познание Сына Божьего в Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христового, вот к чему мы призваны. Дабы мы не были больше младенцами, вот этими птенчиками, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщениям, когда ты не утвержден и никак не устоишь твердо, все время колеблешься, то туда тебя, то сюда тебя. Кто ты? Птенец. Но нас призывает Бог к полету. Он призывает летать вместе с ним на его высотах. Он призывает своих орлов. И мать призывает, мать орлица призывает летать. Поэтому она села в стороне и показывает, есть прекрасная пища, но давай. Давай, двигайся. И двигайся, младенец, хватит быть младенцем. Ты уже оперился. Ты уже молодой орел. Когда птенчики достаточно взрослеют, Бог призывает летать. Приглашает познать высоты. взлететь в небеса. И это некоторыми воспринимается как нелюбовь. Сидит, кушает, мне не дает. Нелюбовь. Где же тут любовь? Мои дорогие, строгость. Да, это любовь. Это любовь Божья. Любовь, она строгая, но зато ты станешь орлом. И Бог поступает с нами как будто бы строго. На самом деле Он нас очень любит. Когда Дух Святой призывает к выходу, к полету, это любовь. Ничего, что нам будет страшно. Ничего, что не сразу получится. Ничего, что будем чувствовать, что падаем, что нас оставили. На самом деле мы не оставлены. Он всегда вовремя подставляет свою спину. Но нам надо приложить усилия, мои дорогие. И немалые, чтобы научить крылья летать. Это и посты, и молитвы. Это поиски. Но чем это награждено? Высотой. Точно так же делают орлы. Орел наблюдает всегда за своими птенчиками, которые пытаются выйти из гнезда. И всегда подхватывает вовремя. Ни один орел не разбился. И это напоминает нам наше состояние. Как мы совершаемся. Как мы оперяемся. Как мы делаем первые попытки самостоятельно двигаться в Духе Божьем. Сколько раз мы терпим неудачи. Нам кажется, что нам никогда не достичь высоты. Что мы не поднимемся. Что мы сорвемся вниз. И вот этот страх некоторых удерживает. но я вам скажу, надо рисковать. Нужно рисковать. Нужно прыгнуть, чтобы Бог подхватил и ветер поднял. Если даже иногда кажется, вот-вот разобьемся, вот-вот все, крах. Это неправда. Потому что тот, кто любит нас, наблюдает за нами. Он подхватит и поднимет. но без духовной пищи, которую предлагает нам Господь. Мы никогда не ощутим высоту, которая нас манит. Мы должны пытаться. Мы должны стараться. Ищите. Пусть вас манит небо, если вы орлы. И вот однажды, когда будет еще очередная попытка, мы взлетим. и вы взлетите и ощутите эту высоту, эту манящую высоту, эти небеса, лететь вместе с Господом. Вы знаете, что это такое? Когда Дух захватывает, ты летишь с Господом. Вы понимаете, и Дух Святой тебя несет. И где несет? В небесах. Не Он сюда спустился, а ты к Нему поднялся. Это другое ощущение. И с той позиции, с той высоты мир виден иначе. Ты видишь уже все другими глазами. Теперь, когда ты поднялся на этот уровень, на эту высоту, ты можешь добывать себе пищу самостоятельно. Бог тебя начинает кормить уже другой пищей. теперь уже начинает действовать другое обетование. В этом же самом псалме. Смотрите, прочитаем, 13-16. Слушайте внимательно. На Аспида и Василиска наступишь. В гнезде это невозможно. Попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Возовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его, долготой дни насыщу его и явлю ему спасение мое. Когда орел взлетает, вот эти Василисские аспиды прячутся, расползаются, потому что орел летит. Но в этом, в этих стихах, которые я сейчас вам прочитала, вы можете увидеть, да, отец помогает, но тут не говорится, что ты будешь лишен всяких скорбей. это будет все равно помогать, но ты будешь и наступать будешь, и попирать будешь. И Бог будет тебе помогать, но ты будешь и страдать. Поэтому Бог говорит, избавлю, буду избавлять тебя. Ты будешь соприкасаться с трудностями, с опасностями и с сетями ловца, но не попадешь в них. Ты будешь соприкасаться с Аспидом и Василиском, но побеждать их это будут страдания, но другого характера. Ты будешь орлом. И орлы будут взывать со своими скорбями Господу и будут услышаны. И будут избавлены, но и прославлены. Вот так Павел описывает и свою жизнь. Я могу смело о нем сказать, он летал как орел, он парил. Однако сколько скорби он перенес? В Римляне 5, 1, 5 описывается. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. И не с ним только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби приходит терпение. От терпения опытность. От опытности надежда. А надежда не постыжает. Потому что любовь Божья излила сердца наши Духом Святым данным нам. Второе Тимофея 3, 11 написано. В гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохе, Иконе, Листрах. Какие гонения я перенес и от всех избавил меня Господь. От всех избавил Господь. Но они были. Понимаете? Если ты орел и самостоятельно летаешь уже, то это будет, ты не под крылышками спрятан, но от всех избавит тебя Господь. Потому что Бог тот же самый. И Он никогда не оставляет. Это путь нашего возрастания, мои дорогие. Это откровение этого псалма. На каком уровне ты находишься, ты можешь посмотреть. На каком уровне этого псалма? Только под крылышками, под стену всемогущего. Или ты все-таки уже паришь, встречая и буря и ураганы. Я вы знаете, хочу сказать, что мы знаем много разных птичек. Виды птиц различные. В Библии говорится, есть чистые птицы, есть нечистые. Это все образы. Но если ты орел, то 90-й псалм для тебя. Он для тех, которые говорят. Прибрежище моей защиты, Бог мой, на которого я уповаю. И ты сказал, Господь убавание мое, Всевышнего избрал Ты прибежищем Твоим. Это к тебе Бог говорит, за то, что Он возлюбил меня, избавлю Его. Защищу Его, потому что Он познал имя мое. Возовет ко мне и услышу Его, с Ним я в скорби. избавлю Его и прославлю Его. Долготой дней насыщу Его. Это к вам, кто орлы, и кто познали имя Его, кто возлюбили Его, больше жизни. Вот это жизнь от птенца до орла. И мы призваны летать, а не ползать. Мы не призваны в курятнике жить. Мы призваны к высоте. К высотам, понимаете? Если вас манит мир, кто? Кто, если мир? А если вас манит небеса, манят небеса, если вас манят высоты Божьи, если вас манит сам Господь то, где Он находится и пребывает, тогда научитесь летать. Начинайте тренировать крылья. Вы должны парить вместе с Господом в Духе Святом. Двигайтесь к Нему. Я хочу заметить еще одно. Вы знаете, мы говорим, стая воробьев, стая голубей, стая журавлей, но никогда не скажете стая орлов. Орел всегда парит один, может в паре, но не стаей. Понимаете меня? Приготовьтесь, если вы орлы, то не массой будем двигаться. Поэтому и Господь сказал, что не нужно за большинством. Нужно в высоту. Вот, мои дорогие, я вас призываю, призываю парить в Духе, призываю искать небеса, искать высоты, призываю раскрыть крылья в Духе Святом, чтобы вам подняться. Призываю вас, мои дорогие. Давайте помолимся с вами. Продолжение следует...